Вот вы знаете, в последнее время у меня все чаще складывается впечатление, что нашего героического президента топят, причем делают это его же политтехнологи, или правильнее будет сказать члены команды, ну вы наверняка следите за публичными выступлениями великого кормчего в режиме самоизоляции, по крайней мере в кратком изложении, в чьем-то пересказе уже пошла такая хорошая традиция раз в неделю. Владимир Владимирович, который все остальное время непонятно где пропадает, выныривает из своего убежища и обращается к нам с вами, вот опять на медне случилось очередное пришествие, измученный бестолковыми карантикулами народ, не понимающий чего вообще ждать, пребывающий в полной неопределенности, надеялся, что хотя бы в этот раз Путин подкинет какой-то конкретики, и опять не случилось. Вот то, что я покажу дальше на профессиональном языке, называется реконструкцией, но я хочу показать данную реконструкцию вместо документальных кадров, почему? Да потому что она максимально четко, максимально ясно демонстрирует о чем в конечном итоге все эти выступления главного. Внимание! Ну так вот, допустим, можно, как вариант, надо подумать над этим. Друг оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Это Высоцкий, если кто не в курсе, но именно эти строки посетили после очередного телевизионного шоу с участием главаря. Даже я уже жду, что президент хоть что-то скажет, хоть чем-то обнадежит, потому что, правда, хочется наконец понять, когда этот кошмар завершится. У людей заканчивается терпение, у людей заканчиваются деньги и запасы, по сусекам скрести бесполезно, я сейчас про основную массу населения говорю, и вот народ замер в ожидании. Снова осечка, снова почесали языками ни о чем, надо как-то выходить из создавшейся ситуации, будем отменять изоляцию поэтапно, поэтому прошу правительству разработать свои предложения. Чао! Что? Где? Когда? Ладно, начинаем, в смысле мою программу. Соловьев-то как жопу вылизывал Путину, бедный, бедный Вова Путин. Дамы и господа, рекомендую просмотру дружественный с нами ютуб-канал АРУ-ТВ. АРУ-ТВ это партизанское телевидение, а еще это мнение авторитетных экспертов. Артемий Троицкий, кстати, много раз был у меня гостем на стриме. Леонид Радзиховский, Арни Вайлда, Виктор Шендерович, Владислав Иноземцев и Валерий Соловей. Жесткая политическая сатира, время врать. Там о Путине, о Лукашенко, о чиновниках, вороватых, разумеется, куда же без них. Общество с ограниченной ответственностью РПЦ, в общем, тоже вниманием не обходят. Почем опиум для народа? АРУ-ТВ это антипропагандистский проект для жителей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, да и вообще для всех русскоговорящих, кому интересно, что на самом деле творится у нас дома. Не поленитесь, перейдите по ссылке в описании, посмотрите пару-тройку программ, наверняка вам понравится. Ну и подписывайтесь на АРУ. Ребята молодцы, полезное дело делают. Здравый смысл. Connecting people. Возвращаемся к Владимиру Владимировичу. А потом они там картинно удивляются, что у их царя падают рейтинги. В этот раз даже луживый в ЦИОМ дал какие-то удивительные цифры. Цитирую Форбс. Уровень доверия к Путину упал до минимума за 14 лет. Сегодня этот показатель составляет всего 28%. Причем, друзья, стоит напомнить, что контора Федорова год назад изменила тактику опросов. Тогда рейтинг его величества тоже здорово просил. И вот изменение этой тактики помогло выровнять показатели, ну если на пальцах. Раньше они просто спрашивали, верите президенту или нет. И рейтинг формировался вот таким образом. Сегодня по этому поводу задается два вопроса. Первый общий. Кому из российских политиков вы больше доверяете? Респонденты называют фамилии. Иванов, Петров, Сидоров. Второй уточняющий. А доверяете ли вы Владимиру Путину? Затем берутся и те, и другие цифры. Высчитывается среднее арифметическое, но это самое обычное размывание голосов. Так вот, сегодня даже такая хитрая тактика не спасает. 28% и гуляй, Вася. Песков, правда, уже поспешил отбрехаться в своем любимом формате. Мол, ну у нас немного другие данные. Тут надо проверять, перепроверять. Хотя бреши, не бреши. А на самом-то деле, что теперь можно сделать? Вы ведь, господа, с этой пандемией всех перекидать умудрились. Сами себя переиграли. Вам даже конкретно зазомбированные пенсионеры и бюджетники теперь не верят, потому что их тоже кинули. Это первый момент. А второй, вранье всегда вылезает наружу. Это всего лишь вопрос времени. Сейчас будут подробности. А это реальная журналистика. Поехали! Ну и о вранье, друзья, прям на атомы все попытаюсь разобрать. Но для начала хочу сделать небольшое лирическое отступление. Знаете, меня часто спрашивают, а какая вообще существует польза от вашей болтовни в ящике, в интернете и так далее. И так всем все понятно. Неужели же вы и журналисты, и блогеры, и пропагандисты откроете для нас Америку? Так вот, я отвечаю. Пропаганда, господа, это самое мощное оружие массового поражения в мире. Мощнее водородные бомбы, а уж хорошо срежиссированная пропаганда. Вообще Хиросима, ну и конкретики, 20 лет. Посредством бесперебойного зомбирования в наших головах формировался образ Владимира Путина. Именно формировался. Нам его туда вложили. Для нас его придумали. А теперь вспомните, с чего начала команда Владимира Владимировича в начале нулевых. Правильно, со СМИ. Первым делом ребятишки зачистили информационное пространство, начиная подминать под себя все рупоры. Ушедшие с НТВ журналисты телекомпании сегодня были приглашены в эфир радиостанции «Эхо Москвы». Там они также смогли выразить свою точку зрения на сегодняшние события в Останкино. Есть ощущение какой-то знаковости. У меня есть ощущение, что очередная оттепель заканчивается. Что мы году в 64-м, да, в конце. Это потом они боролись с олигархами. Объявляли войну коррумпированным феодалом-губернатором. Разоблачали оборотни в погонах и бла-бла-бла. В начале было слово. Вернее, конец свободы слова. И вот когда Останкинская игла оказалась в его нужных руках, в эфир пустили самый патриотичный, самый продолжительный сериал в истории российского телевидения. И не только телевидения, впрочем, Владимир Путин молодец. Ну, повспоминайте просто. Краткое содержание каждой новой серии. Где-то что-то, все плохо, народ рыдает. Помочь этому народу никто не в состоянии, ни мэр, ни губернатор, ни депутат. И все, безысходность. И тут на сцене появляются настоящие супермена. Такий русский Брюс Уиллис, Владимир Путин. И проблема решается в считанные часы. Так было в истории с Чеченской войной. Например, точку в которой не могли поставить 10 лет, а Путин взял и поставил. Я предлагаю сегодня эту сурюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Так было и в истории с Семибанкирщиной. Эти тоже долгие годы терзали страну. Были здесь королями. Никто им не мог возразить. А потом пришел Путин и нес голову змею. Да что там змей. Главный в каждой новой серии выглядел реальным героищем. Не задумываясь, лез в самое пекло. Когда в 2010-м, например, Москва задыхалась от лесных пожаров. Лично принимал участие в их тушении. А после устроил публичную порку негодяю и бездельнику Лужкову. Того вскоре вообще уволили. И вот Пикалев, вспоминайте, людям зарплату не платили на одном из предприятий Дерипаски. Сам туда поехал, отложив все дела. Разобрался с происходящим на месте и такой втык дал местной шпане. А еще выиграл для нас проведение Евровидения. Олимпиаду в Сочи. Чемпионат мира по футболу только благодаря Путину мы у себя провели в 2018-м. Крым вернул. Не отжал, а именно вернул. Потому что там стоял военно-морской флот России. Потому что на полуострове огромное число россиян и просто русскоговорящих людей. И все они оказались в опасности. Бандеровцы их уничтожили бы просто потому, что спас, в общем, целый полуостров. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. То есть, ребят, повторюсь, нам всю дорогу 20 лет показывали настоящего героя. Человек даже в мелочах поступал как герой. Помню, какой-то ребенок дозвонился на прямую линию, мол, Владимир Владимирович, у нас в городе елки нет, а на носу Новый год. На следующий день елка была установлена. По всем центральным каналам ОНО и показали. Ну, ясное дело, что люди поверили в конце концов в эту красивую сказку о Супермене. Как дети верят в Деда Мороза. Как женщины в искренность чувств Кейт и Лео. А мужчины в справедливость, который на самом деле добивался Дон Корлеоне. Вот только сегодня кинопроектор сломался. Поток нефтегазовых денег иссяк, превратившийся в маленький ручеечек. Проблемы случились настоящие, а не те, что придумали и прописали в сценарии манипуляторы. Их как-то надо регулировать, а они не умеют. Это вам не десяток шайб в ворота к звездам хоккея. Закатать во время срежиссированного матча, дабы показать, даже тут крут. В дверь позвонила настоящая беда. И вот благодаря ей мы увидели, чем отличается образ актера от него самого настоящего. Возвращаясь к тому, с чего начали, мне кажется, даже они там уже поняли. Сказка о великом и ужасном Гудвине конкретно посыпалась. Помните, кем в конце концов тот Гудвин оказался? Артист из цирка, случайно прилетевший на воздушном шаре в зеленую страну. Жители которой сами провозгласили этого человека волшебником и посадили на трон. А он взамен пообещал построить изумрудный город. Правда, изумрудов не хватило, поэтому построил из стекла, обязав при этом носить всех зеленые очки. Обман раскрылся, когда жители города начали те очки снимать. Так вот, мне кажется, мы тоже близки к развязке и, повторюсь, там это понимают. Поэтому ребятишки из команды главаря топят сейчас своего патрона, подозревая в надежде свалить все в конечном счете именно на него. Ну, правда. В последнее время Путин очень неуверенно и даже глупо выглядит. Другого объяснения я не нахожу. Сценаристы как будто нарочно допускают ляпы и оплошности в своих сценариях. И герой больше не выглядит героем. А, впрочем, я вам информацию для размышления подкинул. Вы уж там сами как-нибудь переваривайте. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка сверху больше серии этого сериала. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok